Здравствуйте! Эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Екатерина Алексеева. В Самарской области нет новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по противодействию завозу и распространению новой инфекции. Получается, что на данный момент лечится от COVID-19 в Самарской области 10 человек. 7 человек уже вылечились. Их выписали из больницы. В регионе уже проведено почти 7 тысяч исследований на коронавирус. В Самарской области в настоящее время действует режим всеобщей самоизоляции. В Самаре 522 человека отпустили из-под карантина по коронавирусу. Об этом сообщает оперативный штаб. При этом жители региона продолжают исследовать на коронавирус. Всего было обследовано 6 972 человека. За прошедшие сутки 175. В лаборатории спеццентра 135 человек. Также в Самаре отработаны 74 заявки на помощь волонтерам. Еще 50 в процессе выполнения, говорится в сообщении оперативного штаба по предраздействию распространению коронавирусной инфекции в Самарской области. Карантин в школах и вузах Самарской области продлили. Однако обучение продолжится дистанционно. Уроки будут проходить в онлайн-формате. Для учеников и учителей подготовят расписание. Публиковать его будут на сайтах школ. Продолжительность занятий 30 минут. Напомню, в Самарской области школьники находятся на дистанционном обучении 17 марта этого года. Если заболеваемость коронавирусом не пойдет на спад, школьникам и студентам придется учиться дистанционно до конца апреля. В детских садах на следующей неделе продолжат работать дежурные группы. Это для детей, чьи родители во время ограничительных мероприятий по коронавирусу будут по-прежнему трудиться. Заявки от родителей принимаются в обычном режиме. Для того, чтобы отдать ребенка в такую группу, нужно связаться со своим воспитателем. ЕГЭ в Самарской области перенесут. Планируется, что экзамены пройдут в обычном режиме. Выпускные экзамены для 11-классников пройдут с 8 июня по 11 июля. Девятиклассники будут сдавать экзамены с 9 июня по 30 июня. С доставкой на дом сотрудники Почты России теперь не только приносят пенсию пожилым людям, но и готовы доставить товары первой необходимости. Все это по предварительному заказу. Сейчас эта услуга особенно актуальна. Воспользоваться ей может каждый абсолютно бесплатно. Как это работает, расскажем далее. Всего один звонок и за продуктами выходить не надо. Все по списку принесут почтальоны. В эти дни эта услуга особенно востребована. Сотрудники Почты, как правило, уже знают своих клиентов в лицо. И вместе с пенсией несут для них привычный список товаров. Когда идет выплатной период пенсии, почтальоны по доставке пенсии, они берут с собой самый распространенный ассортимент товаров. И как бы реализуют прям непосредственно уже при выдаче пенсии. То есть это тоже услуга очень и очень востребована. То есть мы не ждем заявок, мы выдаем им определенный ассортимент. Они уже познакомились со своими клиентами. То есть они знают, кому что нужно. Заказать необходимые товары просто. Достаточно позвонить в свое отделение и продиктовать перечень необходимых продуктов. Здесь можно приобрести крупы, бокалейные товары, кондитерские изделия, консервы, а также потовую химию. То есть это происходит так. Человек звонит по номеру 8 800 1 600, делает заказ. И если он успевает позвонить и сделать заказ до 10 часов, то данная доставка осуществляется в течение того же дня. Если он делает это позже, то доставку можно ждать на следующий день. И эта услуга для нас не новая. То есть она уже довольно давно оказывается на Почте России. Приносит продукты на дом. То есть, как известно, мы можем купить их в отделениях Почты России по вполне конкурентным ценам по сравнению с известными сетями. Кроме того, есть возможность позвонить по телефону и заказать это на дом. В апреле месяце все пенсии, которые граждане получают через Почту России, в беззаявительном порядке будут доставляться на дом. Услуга доставки товаров народного потребления бесплатная. Сегодня она пользуется спросом как в городе, так и в районах. Екатерина Алексеева, Олег Галочкин, СТВ. Стал известен предварительный список организаций, которым разрешат работать. В него войдут следующие предприятия. Представители сфер сельского лесного хозяйства, рыболовства, организации по добыче полезных ископаемых, обрабатывающие производства, проектировщики зданий и сооружений, компании по ремонту транспортных средств, представители сфер информации и связи, представители отраслей страхования, социального обеспечения, предприятия по обслуживанию зданий и сооружений, а также компании, предоставляющие юридические, бухгалтерские и консультационные услуги. Правительстве пояснили, что работодатели должны обеспечить работу сотрудникам при полном соблюдении санитарных норм. Как самарцы соблюдают режим самоизоляции? Носат ли они маски и знают ли они, как правильно это делать? А также испытывают ли они недостаток каких-либо товаров? Обо всем этом наши корреспонденты спросили на улицах города. Да, режим самоизоляции стараются соблюдать. Об этом наглядно говорят опустевшие улицы, свободные парковочные места и пустота в салонах общественного транспорта. Водитель троллейбуса на одном из оживленных маршрутов говорит, что пассажиропоток резко упал. Те, что есть, стараются предохраняться. Пассажиры в основном в масках едут? Да, в масках. Большинство – да. Вот сейчас ввели норму на дистанции между людьми. Как-то вот они стараются соблюдать? Много вообще народу? Хватает им места? Народа мало ездит, конечно, но все в масках и как бы, да, стараются все, да, соблюдать. Люди вняли многочисленным призывом властей. Стараются сидеть дома, хоть погода и зовет на улицу. Выходят по большой необходимости. Многие носят маски даже на пустых улицах, не только в помещениях. Толку от этого нет, кругом все равно никого, но хоть от пыли помогает. А вы знаете по времени, сколько им надо носить? Знаю, не больше двух часов. Но я вот из своего дома иду к дочке, она у меня после операции, и мне надо к ней вот срочно идти, вот видите, но купила иду. А вообще, вот как вы считаете, масок сейчас достаточно, спокойно можно купить? Я вот сколько спрашивала в аптеках, нигде масок мне не продали. У меня просто есть запас. А недостаток в каких-то других продуктах, товарах есть какой-то? Я не вижу недостатка, но спирта в аптеках тоже нету. Спиртосодержащих препаратов, ну там для уколов как-то они называются, их тоже нету. То, что масок нет, говорят многие опрошенные. Имеют их в основном только запасливые, купившие заранее для редких выходов в магазины аптеку или по другой большой надобности. Сидеть дома надо. Я все знаю, но я живу одна, есть хочется. А вы знаете, вот маску как надо носить? Ну как, вот я одела не более двух-трех часов, больше я ничего не знаю. А потом меняете? Меняю. Но масок нету в аптеках. Когда они будут, не знаю, единицы остались от прошлого года. Масок нет. А там с удовольствием. А дефицит каких-то других товаров, услуг испытываете? Я нет. Это нет. То есть всего достаточно? Для меня да. Вот по поводу режима самоизоляции, как считаете, надо соблюдать? Обязательно. 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 И мы, в общем-то, выполняем этот режим. Но вот сегодня пришлось идти за лекарства. Кто-то знает и такое правило, что маска больше нужна больному, чем здоровому. Хотя на всякий случай тоже бы купил, да негде. То болеет, нужен, но и то не болеет, то не нужен. Но их еще не купить. А пробовали, например, в аптеках найти где-то? Да, пробовал. Бесполезно. Сейчас вот режим самоизоляции. Почему на улице находитесь, например? Потому что у меня собаки, я еду собак кормить. Потому что они умрут, если их не кормить. Покормлю, вернусь домой и все, буду сидеть дома. На вопрос, останавливает ли их на улицах сотрудники полиции или Росгвардии, чтобы знать о цели выхода из дома, опрошенные сказали, что нет, не было такого. Очевидно, в этом нет большого смысла. Народ у нас сознательный. Коммунальная проблема жителей двух домов на улице Куйбышева номер 12 и 14 наконец-то начала решаться прямо на глазах нашей съемочной группы. По этому адресу наши корреспонденты выезжали уже месяц назад. Тогда жильцы жаловались на проблемы с канализацией. Коммунальщики не реагировали. Что же все-таки заставило их начать работать в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Татьяна Никульна встречает нашу съемочную группу уже как знакомых. Мы рассказывали около месяца назад о ее беде. Полгода пол под ее квартирой затапливают фекальные воды. Проблема была в засоре трубы канализации. Колодец, находящийся возле дома, был забит. Во дворе и в квартире от этого стоял ужасный запах и сырость. И так с прошлого года. Полы тоже уже, короче, все потрескались. Сейчас вот фекалии лежат уже, в общем, где-то с октября месяца. Вот там приедут. Мы прочистили, да ничего не прочистили. И у меня уже там, вот я, например, туда вставать, я вот сюда вот боюсь, потому что там ходуном ходят. По-видимому, там уже доски прогнили все. Так как у меня под моими полами, вот прям под полом проходят паттерны, значит, где-то порыв у меня все здесь собирается и парит. А совсем недавно провалился асфальт возле аварийного колодца. И опять никто не реагировал. Но, как рассказывает женщина, несчастье помогло. После начала принятия мер по борьбе с коронавирусом, власти стали гораздо строже смотреть на санитарное состояние. Во дворе появилась техника, и рабочие стали копать, будут менять трубу. Но для этого надо было достучаться до Роспотребнадзора и сообщить коммунальщикам, что позвали еще и телевидение. Вчера я уже звонила, во-первых, в аварийку, в СКС звонила. И уже единственное, вот у меня была просто, уже вообще как бы последняя точка, я позвонила в центр, вот где это по коронавирусу. Мне вот единственное дали, значит, этот Роспотребнадзор. И, в общем, взяли мои данные все, сказали, будем решать. Из-за того, что действительно коронавирус, а у нас фекалии в квартире, и во дворе колодец проваленный, то есть это самое антисанитария. В квартире находиться вообще нельзя было. Колодец вообще обрушился. И вот до сих пор, до сегодняшнего дня, никаких мер никто не принимал. Жилсервис у нас, управляющая компания, отнекивается, что это не наше, мы колодцами не занимаемся. Хорошо, вы не занимаетесь, но вы управляющая компания. Мы должны, кроме ЖЭО, уже к вам обращаться. Но, извините, никаких вообще. Вот отфутболивают и все. Ну, сейчас-то начали делать. Ну, вот сегодня только что вызвало скат у вас и Роспотребнадзор. Вот немножко вот они утром вот прям перед вами вот только приехали, вот начали. Ведь можно было сделать все это гораздо раньше. Жители ждали этого долго, а по квитанциям платили вовремя. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. Весенний призыв в армию пройдет в обычном режиме, в восстановленные сроки. Но с дополнительными мерами безопасности. При прохождении медкомиссии будут строго соблюдены все меры по предупреждению распространению коронавирусной инфекции. Перед отправкой войска у призывников возьмут анализы на наличие COVID-19. Также после прибытия в своей части их отправят на 14-дневный карантин. Более подробно рассказали в штабе Центрального военного округа. Не верьте слухам, призыв на службу не сдвинут и не отменят. Число призывников от Самарской области также сильно не изменится по сравнению с прошлыми призывными кампаниями. В ряде СМИ появилась недостоверная информация о якобы измененных сроках призыва весной текущего года. Согласно указу президента Российской Федерации, призыв граждан на военную службу будет осуществлен в период с 1 апреля по 15 июля 2020 года. К местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая. Разделят очереди призывников. Те, кто точно пойдет служить и те, кто имеет отсрочку, будут приниматься отдельно. Конечно, приняты меры по контролю за состоянием тех, кто придет на призывной пункт. На входе развернуты медицинские посты. Те призывники, у кого по результатам термометрии будут выявлены повышенная температура тела и признаки острой респираторной вирусной инфекции в здания допускаться не будут. Усилены режимы обеззараживания помещений. Также автомобильный транспорт для перевозки призывников будет проходить комплексную дезинфекцию. В походные наборы, выдаваемые на сборных пунктах призывникам, будут дополнительно заложены средства дезинфекции рук, влажные салфетки и медицинские маски. Максим Остриков, Ирина Игнатьева, СТВ. В Самаре выпадет снег. Теплый атмосферный фронт уступит место холодному к началу следующей недели. В субботу будет облачно. Температура воздуха ночью составит минус 4, плюс 1. Днем же столбик термометра поднимется до плюс 17 градусов. Ветер будет дуть с юга-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. В воскресенье также осадков не ожидается. Ночью плюс 5. Днем вновь поднимется до плюс 14. Однако уже в понедельник синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. Днем до плюс 8 градусов. На этом у меня все. Далее прогноз погоды, интересные новости и программы также можно посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Мы же прощаемся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова